Покажи всю технику брата нашего. Ну и вид у него, рабочий вид, шахтер когда выходит славы, тоже весь черный, грязный, чумазый. Я их накормлю, они будут сыты. Коров пасем, давайте сделаем в 9, а там обед как, сейчас хватает, они там на поле ложатся. Ну а вечером я не знаю, пока до 7, а там рассмотрим. 9 до часа, из 3 до 7 месяцев. Так, еще раз чуть-чуть. До днятия в час. Когда мы начнем картошку копать? Мы тогда послушаться с ними, у нас нет кому копать. А когда? Ну а мы уже, ну вы что, мы уже составили до 15. До 15-го нет. Он сказал до 15-го. Нет, до 15-го мы картошку даже выкопать. До 10-го, до 10-го. Согода, если позволяет. Но без картошки мы не останемся. Да мы успеем между пастьбой. Что вы переживаете? Ну не знаю, успеем так успеем. Успеем. Ну мы даже объявить. Лучше бы не успеем. В неделю. А теперь все. Ну, метали три раза в неделю. Вы слышали батюшкиное объявление? Вот приезжал тут Дионисий, на котором нападение было. Там битами били, все разбили. Что их, вон батюшка ездил к ним на престольный праздник. Там кажется Антония Печерского. В Барнауле же. И он говорит, что позвонили, они хотят нанять автобус. И на автобусе приехать как паломники в Потеряевку. Батюшка спрашивал, вы как? Я говорю, я могу принять женщин по 12 человек. Я говорю, что со своими простынями, наволочками. Ну это предупредили их. Если люди приедут, значит, принять в основном это мы примем. У нас есть где принять. Помолиться надо. Она уже как обед, это всегда батюшка. Там сами определитесь. 16-го. Это, я не знаю, четверт, что ли, попадает? В воскресенье. А? В воскресенье. В воскресенье. В воскресенье? В воскресенье, что ли? А то все точно, да? Ну вот я ходил тут к батюшке. Я говорю, знаешь, батюшка, вот сейчас такой день впереди. Давайте пригласим прокурора маму. Который желает там того, что нам нежелательно это разрушить. Который говорит, да ну да какое отношение к религиозному празднику? Как какое? Златоусты говорят, а что у нас с ним общее? Общая земля, общий воздух, общее солнце. Как что общее? Ну не знаю. Я пошел к сестре Елене и говорю, давай, решите это дело. Ну, да он не... А вы одновременно пригласите его в администрацию, же приезжал. Белеев тогда был-то здесь. Он не приедет. Зато он знает, что его приглашали. Он не может сказать, что его зазирали где-то. Вот про нас пишут в интернете, что мы не вошли в какие-то там, я не знаю, отношения юридические или какие-то с местным, который новый епископ стоит там в Славгороде. Угу. Все было. А это неправда. Батюшка каждый раз приглашает. Не вошли мы в связь какую-то, как... Мы даже говорили этому епископу нашему. Он говорит, ну жалуется, что машин нет. Я слышал такое. Говорит, я машину туда вроде подарил. То есть причин никаких нету. И все священники, которые оттуда приезжали, он всех предупредил. Кто потерявку будет ездить, значит, до свидания. Вот такие сведения поступили. А что делать? Ну что делать? Не в мешке же его сюда везти. Помолиться. А вот дальше Бог усмотрит как-то. Если эти люди приедут, ну приедут они не зря. Нам есть что показать. Начнем с храма. И скажем, у нас Библия на русском языке. Целуя ее, мы целуем с уважением слова, которые сказал Господь наш Иисус Христос. Это самое главное. Дальше начинает смотреть надпись. Видите, как даже из Писания вынесли сюда. Это везде есть. Показать самое лучшее. А самое лучшее, это то, что питается душа и чем питается тело. Обязательно в склад. Каждому по килограмму гороху дать можно. Как мы солодки накопали, всех одарили солодкой. Вот я хотел сказать, что тоже заранее надо об этом молиться. Мы не знаем, какие будут люди. Один раз приехал, священник молодой. И видно, не доучился в семинаре. Ну до того, прям с нападками почти. Да вот это и что говорить. Это главное деньги собрать. Деньги. Как сейчас собор, это они там 300 рублей. 300 и выше. Пошертвование. Мы деньги не просим. Но без этого никак. 300. А представьте, пришло 30-50 человек. Ну умножь теперь на 300. А ты там пыль глотаешь. Что тут непонятно-то? А какой смысл? Смысл есть в деньгах. В этом бизнесе. Мы один раз услышали. Нужно как-то, говорится, подальше от этого. Неужели только в этом все? Ну вот они на таких-ка делах. Да это пусть хоть ездят на берблюде. Нас не касается. Чтобы они проповедовали Слово Божие. Я говорю, проповедовать Слово Божие. А не то, что красочно у нас так было. И вот столько-то народу было. Для Бога большинство ничего не значит. Большинство там, где Бог. А где Бога нет, там пусто. Вообще ничего нету. У меня рыба перестала ловиться. То ли не погода их загнала на глубину. Тюбы ловили. А? Ну все выгребли, наверное. Да перестали. А она все равно погибнет. Потому что это гальян такой. Ведерко, которое небольшое, зараз вытащил. Ведерко полное. Лена, он видела, пришла, благословила меня. Вот так. Ну приходите на занятия с вопросами. Пока есть возможность. Тут дорогу-то мы подремонтировали маленько. Видел? Да. Кирпича навозили, пробили, просыпали. А сейчас придавить и вообще здорово будет. Да. Да. Я бы хотела, что мне там. Спасибо. Спасибо.